На Ривненском полигоне снова стреляли из молотов. На этот раз в рамках следственного эксперимента. Военные хотят выяснить, почему один из минометов взорвался 6 июля. Я напомню, тогда трое бойцов погибли и девять были ранены. Удалось ли разобраться, расскажут наши корреспонденты. Ривненский полигон, где проходили испытания миномета, сегодня был закрыт для журналистов. Там работали эксперты и представители Минобороны. Эксперимент продолжался более шести часов. Военный прокурор Ривненского гарнизона утверждает, орудие взяли из той же партии, что и миномет, который взорвался в прошлую пятницу. Когда будут известны результаты, прокурор говорить не берется. А вот версий случившегося уже три. У нас появилась третья версия. Первая версия – это безусловно людский фактор. Это двойное заряжение миномета. Другая версия – это ненаважный технический стан самого миномета «Молот». И третья версия – это ненаважный технический стан мины, которая заряжалась минометом. Между тем, шестеро раненых до сих пор находятся в Ривненском госпитале. Врачи говорят, их состояние удовлетворительное. Врачи сразу же в тот же день, в пятницу, было проведено плановые оперативные втручания мелкие по выдавлению осколков, стабилизации ран. И с того часа проводится ликвание. Еще трех военных сразу после трагедии отправили во Львов. Их жизни уже ничего не угрожает. Все в сознании могут говорить и самостоятельно дышать. Мать Антона Фортуны узнала о случившемся из соцсетей. Говорит, сын не рассказывал, что служит. Думала, что работает в Киеве пожарным. Он помнит только момент после трагедии. Он помнит, как его транспортировали вертолетом. Помнит, как с ним разговаривал лекарь. Но сам момент трагедии он не помнит. Инциденты с молотом происходят не впервые. Два года назад миномет разорвался на полигоне «Широкий Лан». Погибли два человека. В 2017-м взрыв в зоне АТО возле Авдеевки. Погибли трое бойцов. Эксперты уверены, молоты несовершенны. Стали, с которой сделан ствол, мягче, чем должна быть. Сконструировали молот на заводе «Маяк» всего за два месяца. Производство одной модели обошлось в 480 тысяч гривен. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеганал «Интер». Ривненская область.